Можно я возьму еще чашку пепла и сгину без вести? Бухгалтерию тишины и стану заодно увести. Можно я не проснусь и не стану завтраком этой мерзости? Перестану вливать будто от мигрени, от каждой новости. Спустя семь лет Вера Полоскова снова делится с челябинскими поклонниками своими мыслями и чувствами. Неизменный спутник выступлений поэтессы – живая музыка. Совпало все идеально, потому что, если не первый наш квартирник, то уже десятый должен был пройти. Он произойдет с Верой Полосковой. Я уверена, что сегодня будет здесь твориться настоящее волшебство. Резонанс в душах будет огромный. Литературный квартирник – явление особенное. Ведь этот проект привлек и объединил не только поклонников художественного слова, но и аудиторию, незнакомую с современной поэзией. А слушать стихи в исполнении автора – это особое ощущение. Если честно, я знакома с творчеством еще и в соцсетях, еще тогда, когда было модно в ВКонтакте, разные паблики. Я знакома с ее творчеством достаточно давно. Периодически читаю все ее последние сочинения, собрания. Я являюсь, можно сказать, поклонницей творчества. Очень ее люблю за ее искренность, за ее подачу, за ее эмоции. И, честно говоря, я пришла впервые на нее посмотреть. И хочется получить какую-то вот эту теплоту, душевность, с которой она делится со всеми нами. С творчеством Веры знакома около семи лет, наверное. Первый раз ее услышала, когда была в театральной школе. До сих пор была мечта на нее попасть, но ее очень давно не было в Челябинске. Но Вера Полоскова – это то, что надо видеть. Господи, я проснулась сегодня с утра, у меня просто тряслись руки, я вся просто бледная. Я очень волнуюсь, я очень ее жду, очень люблю. Завлияние на умы вас распнет потом большинство. Мы нормальные силы тьмы. Нам забвение страшнее всего. Так что у мастера хорошо приврать. Доровитые дураки. Открываем-ка все тетради. Пишем. Из красной строки. Музыкальное и мультимедийное сопровождение стиха – это больше, чем просто шоу. Это настоящее погружение в мир лирической героини. Возможность всеми органами чувств воспринимать ее переживания. Выйти из экватории ночи, из ее кружева, Где ни маяка, ни радара, ни сторожевого катера, Где безмолвные скаты сведут тебя безоружно в светлые покои владыки-развоевателя. Попробовала буквально несколько недель назад ее тоже стихи прочитать. И тоже мне прям захотелось наложить, как она это делает, музыку. На стихи она воспринимается лучше намного. Музыка помогает стихотворению раскрыться. То есть стихотворение быстрее доходит до каких-то душевных граней человека. Но у Веры еще музыка спишется специально под ее стихи. Усиленное воздействие на все рецепторы. Текст, когда читает сам человек, он испытывает то, что испытывает сам. А музыка, она в каком-то глобальном смысле повернет его туда, куда хотел автор. И тем самым мы, наверное, его больше узнаем. Именно его душу. Связь верцает. Контакт искрит. Падая в ветки кокосов, кровлю крошит в дребезги, как бисквит. Вещи не подлежат контролю. Мы, заводы большой вины, в Индии спасены. Дом почуешь за 27. В дом заходят гекконы, мыши. Сахар нравится муравьям. Ворон играет с утра на крыше. Хриплый кашель соседа слышен так, как будто он спит в мешке прямо в твоей башке. То, как переживаешь грязь, как бежишь ее. Главный вызов. Как уйдешь в нее матерясь, как ее разгадаешь, вызнав псы. Коровы, жуки, цари, грязь у тебя внутри. Как стыдишься своих темнот, нетерпимый к чужим помоем. Индия лечит мгновенно от ложных эго дерьмом и морем. Всюду Бог, ты его амоним. Это храмы и алтари, и у тебя внутри. Этот светский формат события совсем не для развлечений. Вряд ли кто из зрителей не был растроган в тот вечер. Кстати, очередной литературный квартирник состоится 15 октября. Это будет встреча с популярным автором Александром Цыпкиным. Знаешь, на что идешь, никогда не поймешь, что прав, не почувствуешь, как богат. Разве только четверостишина в такт ходьбе пробормочет старик, покидающий снегопад. И печально разулыбается сам себе. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.